Поем всем домом. Во дворах округа звучат патриотические песни. Творческие агитбригады Люберецкого дворца культуры поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны и поют под их окнами. К поздравлениям героев страны присоединилась наша съемочная группа. Впереди десятки адресов. По одному из них проживает Владимир Ялин, участник войны. Выйти на улицу из-за проблем со здоровьем не может, поэтому поздравления принимает, сидя на балконе. 22 июня 1941 года фашисты вторглись на территорию Советского Союза. А уже 23 июня Владимир Федорович получил повестку. Отучившись, попал в летные войска. День победы встретил в Польше. Второго числа сделали последний вылет мая на Савинемюнде в Прибалтику и закончилась война. Последние 50 лет живет в Люберцах. Поздравить ветерана приехали сотрудники Дворца культуры и волонтеры местного отделения партии «Единая Россия». Герой страны Виктор Волчков воевал в лыжном батальоне. Его сосед по дому Игорь Авдеев. В 1943 году юношей он прошел курсы снайперов, но в 1944-м пришлось демобилизоваться. Получил тяжелое ранение. Вадим Мальцев на фронт попал в первый год войны. После службы написал книги с воспоминаниями о страшных событиях того периода. Еще раз! Трекратные! Ура! 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 Поздравлять ветеранов под их окнами начали в 2020 году. Выбрали такой формат, чтобы сберечь здоровье героев, но не оставить их без внимания. Айташ Чирагова, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.